здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал в поисках дачбога от крыма до японии значит мои подписчики которые постоянно смотрят мой канал наверное уже знают что есть у меня там пару роликов я показывал по поводу дачбога значит ролики были один из них вот этот вот скифия великая строительство церквей и еще один на тему значит тоже на тему дачбога там я показывал ёлки как во владимире значит монастырь во владимире где тоже полно вот этих вот рельефов или как сказать лепнина не знаю по какой технологии она там сделана то ли вырезали с камня то ли все это литье где очень много изображений дачбога значит заинтересовался этим делом и давай искать значит эти изображения дачбога вот они значит вот такие вот есть всякие изображения какие символы значит символизируют дачбога то есть это два льва либо два гарифона либо сфинкса потому что везде они по разному есть с клювами вот посмотрите вот значит они есть вот такие вот вот видите здесь вот он изображен с какими-то двумя палками то ли что это такое скипетры есть я с какими-то зайцами с какими-то животными везде по-разному есть львы есть грифоны сфинксы так ну и значит давайте посмотрим вот видите вот значит этот самый монастырь георгиевский монастырь юрьев польский значит вот тут вот пишется видите реконструкция зараевского три ра трое обратите внимание вот они эти львы то есть если вы а есть с клювами так три раза его там восстанавливали за что-то произошло то ли разбомбили то ли в результате потопа наводнения молнии грома что-то произошло он был разрушен потом его значит восстановили и мы вот видимо вот так как сейчас значит символы а два вот этих грифона льва и то есть это символизирует дать бога бык и вот тут вот я заметил значит на вот этом вот монастыре попалась мне на глаза очень интересная сейчас я вам покажу дает дойдем до сюда во изображение скифа то есть на колонне видите да какие интересные очень интересно все это дело посмотреть съездить вы туда так вот эта колонна на нее я обратил внимание то есть смотрите с одной стороны вот он этот дождь бог то есть по исследованию фоменко иносовского они они утверждают дешево иисус христос это и есть дождь бог значит очень много у них там есть информации на эту тему кому интересно можете посмотреть книжки у них есть даже ролики по моему где-то я видел вот смотрите значит вот иисус христос а с другой стороны скиф вот он скифской шапке кольцо в ухе усатый кто это такой не знаю присылайте ребята свои находки кто чё видел кто чё слышал кто имеет какие-то версии присылайте очень будет интересно так вот смотрите видите да то ли стреляли по ним что-то именно в лицо смотрите кто-то хотел изуродовать издевался вот кстати вот эти два льва вот эти два льва видите везде то есть там где есть дождь бог есть эти два льва и я вам сейчас покажу еще где есть тот кто захочет значит смотрите вот эти мои ролики по дождь богу вот этот вот скифия великая и еще один там есть найдете везде там есть упоминание дождь бога очень интересно красиво во первых как все сделано красиво этаж надо было все вот так вот если это все вырезали с камня вы представляете какой это труд вот посмотрите в виде кентавра есть дождь бог в одной руке значит вот этот скипетр в другой какой-то заяц или кто это стрелькозел какой-то вот и какую-то зверушку неведомую руках держит а вот этот скиф теперь нарисованы смотрите то есть там был даже дождь бог нарисована а здесь и шапка потому что выдает понимаете шапка такая была только у скифов так ну ладно давайте теперь переместимся значит в город владимир и посмотрим эти самые барельефы там вот видите я вам говорил по разному вот здесь с клювами вот они крылатые крылатые бестия так ладно давайте поехали так смотрим дмитриевский собор во владимире на клязьме строим от 1194 до 1197 за три года забабахали вот значит смотрите рисунок монастыря крест и полумесяц вот эти все барельефы вот такой рисунок здесь уже видите обшарпанный что-то случилось а в разрезе вот значит фрески с этого монастыря смотрите святые очень много тут а вот по головам еще если считать ну и вот он вот дождь бог смотрите вот эти два то ли льва то ли грифона вот с молнией он это или другой какой-то перун значит оставлю вам ссылку кому интересно можете все это внимательно посмотреть может кто-то что-то увидит кому-то что-то это подскажет смотрите на здоровье так ну давайте теперь значит я вам покажу что мне удалось удалось обнаружить в крыму где я был летом в свято-георгиевском монастыре на мысе фиолент возле города севастополь так сразу видео не могу показать потому что вот я смотрите записываю через рабочий стол тормозит поэтому буду вам вот так вот фотографиями как бы показывать вот значит это церковь рождества христова называется пещерная церковь рождества христова по предположению фоменко и носовского как бы именно здесь видать родился иисус христос причем как бы я маленько с ними соглашусь а потому что в апокрифах ребята написано что он родился именно в пещере не так как нам говорят что где-то там в хлебу в хлебу или на скотном дворе нет ребята по апокрифам он родился в пещере и причем я уже где-то делал ролик и я вам показывал что есть очень большое количество икон где именно изображено это рождество иисуса христа и там изображена пещера так давайте поехали вот значит вот такие интересные символы равносторонний крест обратите внимание то есть символов этих там огромное количество вот таких вот таких рыбы это тоже символ это уже иисуса христа символ вот таких так сейчас вернемся чуть-чуть о обратите внимание крест равносторонний и полумесяц внизу есть изображение такого в виде якоря сделать сделано очень там красиво рекомендую вам обратите вот такой вот символ солнце или коловорот что это коловорот поехали дальше вот такой вот вот такой вот ребята вот такой вот косой крест видите в виде цветка рекомендую очень вам посетить походить погулять как там красиво это значит церковь находится на скале метров наверное я не знаю что над морем вот значит смотрите прям в скале сделана такая плита гранитная и в виде иконы богоматери написано архангел гавриил и богоматери смотрите какая красивая фонтанчик вот такой красивый вот они эти символы они там везде 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 на канон на каждой стенке что нибудь да есть так вот здесь значит на вот этой вот стене пытались мы до и долезть шел дождь вот вот он символ быка я вам говорил что дождь бог символизируется с быком вот он вот значит сынок попробовал залезть туда все это дело раздвинуть ну там понимаете эти ходят фотографируют фотографируют там хотел зайти вовнутрь сфотографировать вот не разрешили мне значит фотографировать вот такие вот символы вот такие вот видите на каждой на каждой причем походу вот это то сделано уже позднее видно что вот эти старые блоки причем интересно блок один там я значит нашел он как бы камень снаружи то но на нем угол отломанный и видно что это заливка ребята там прям камушки внутри так вот тут вот мы когда вот этот ну ладно уже проехали там я так понял грааль но он так нарисованный этот грааль как будто летающая тарелка так вот значит эта церковь пещерная церковь рождества христова вот такие на дверях значит там интересные крестера насторонние пытался я посмотреть закрыта не знаю или они там затирают чё то зачищают того чего нам не надо видеть понимаете все это дело то отслеживается как бы то что находим они по-быстренькому все прячут сами знаете как на гугл картах по-быстренькому все это дело а вот этот блок смотрите он главное ровненький такой красивый ну камень не отличишь а вот тут вот угол отломанный и видно что это заливка георгий победоносец голосец вот значит какой-то клевер такой вот евгений макаров значит говорит это значит перуна там трехлистник четырехлистник пятилистник то есть языческих символов здесь ребята навалом шапку кто-то забыл и молитва молитвого слов вот они эти символы везде везде ну и значит хожу я хожу бах крест ребята и вот они эти львы обратите внимание то есть везде если вы посмотрите в том моем ролике там я показываю нашел статью показывают везде в рязани в казани вот я вам показываю в крыму во владимире в юрьеве польском сейчас мы с вами ребята дойдем даже до японии то есть понимаете на всей земле была одна вера но не путайте с религией то есть не тупо поклонялись а пол в пол лбом пол били а просто знали природу как чего работает если читали молитву то они знали для чего это молитва так смотрите значит вот я вам говорил крест обратите внимание без распятия иисус христос внизу не к я подозреваю что это именно вот тот второй человек николай какой-то или никифор какой-то или не знаю присылайте все свои предположения версии находки все что связано с дач богом присылайте будем смотреть я надеюсь получится у нас с вами очень хороший большой ролик сделаем кино так по всей земле одна вера понимаете не тупо не ходили как я вот посмотрел значит это показали где-то там на пасху где каком-то монастыре они поставили такие сарматуры сделаны такие как бы надо было проползти там на карачках понимать ой блин противно смотреть ребята но это же вообще это уже с народом делают ужас понимаете а вы понимаете что такое вера и что такое религия или это тупо поклонение блин я не знаю бессмысленное и бесполезное я читаю в старинных книгах пишет значит этот как его папа этому князю там царю какому-то пишет запрети значит русским пользоваться молитвами как есть молитва представляете такая для воинов чтобы пуля не брала и он сволочь выпускает значит указ распоряжение запретить русским перед боем читать такую-то такую-то молитву потому что она языческая понимаете насколько они боялись этого потому что это ребята работали работала они знали то есть бога силы природы знали какими пользоваться если нужен был им дождь они прочитали молитву ту которую надо дождь пошел не нужен дождь прочитали молитву солнце появилось понимаете да так ну ладно давайте значит теперь переместимся отсюда в японию точнее вот в такую вот интересную книгу вандер а а какая-то прелестная галерея что ли смотрим значит смотрите два льва раз а вот тут даже чудище какой-то нарисовано тут все пронумеровано кто может читать прочитайте вот вам ребята бык видите да ну а теперь внимание ребята самое интересное а вот вам ребята и сам дач бог читаем дач бог тут вот я так думаю одна надпись на латинском а вторая черт его знает на каком на английском что ли может на испанском идолэ д дай бог а тут билд дай бог так а под тройкой у нас значит вот это чудище невероятно не вероятно с с тисками и 6 рук я это значит ребята 3 адед или до дьявол с видите да то есть ребята вот они все символы на одном рисунке львы бык сам дач бог святые ну а теперь ребята осталось найти нам скифов давайте на следующую страничку смотрим вот этот самый дашь бог все то же самое фигурки с чертом вот с этим а вот ребята и скифы обратите внимание вот они эти шапки и со стрелами в руках то есть по истории когда дарий напал на скифию они ему значит прислали стрелы что-то там они там я уже не помню в чем там дело было но они ему значит намекали мол типа валика ты отсюда братан поздобру поздорову видите да оставляю вам ссылку на эту интересную книгу смотрите может быть кто-то из вас что-нибудь интереснейшая найдет причем интересно вот так бы сказать что этот самый художник китайцев тут есть с китайским с японскими рожами а есть которые так и вообще даже не похожи понимаете то есть рисовать он и японцев умел и этих где-то имеет рисовать так ну давайте тогда на напоследок покажу вам еще интересную такую картинку не знаю имеет это отношение к дач богу или не имеет но есть такая у нас значит у славян интересный такой бокс святовид давайте вам покажу это значит мне прислали мои подписчики спасибо всем большое кто мне присылает смотрим ребята вот такой вот интересный с колесом смотрим да колесо сансары я так понимаю смотрим с полумесяцем иксора восточный индийский бог уильям херд амстердар мартиус де брюа 1781 так давайте посмотрим чуть-чуть полистаем эти полумесяц зону ван иксора видите да так поехали дальше написано больной человек иксора обратите внимание про световида я вам говорил вот он и что-то какие-то они и интересны смотрите у них шапки кто это такие персы что ли индийская женщина похоронена заживо вместе со своим мужем это значит каких-то тут о страшных язычников показывают не знаю как выглядели индусы на тот момент но что-то вот эти 7 не сильно на индусов похоже так дальше индийская так церемония наречения ребенка как используется банианс индия о а на заднем плане церковь ставить что ли здесь вот черти какие-то смотрите ребята так поехали дальше индийский царь отдавая дань кумирю приятели слон цейлонская о это какое-то чудище невероятное китайский идол называемый куан те конг представляя их первый император статуя конфуция как показано в государственной школы амида японский бог и путь его последователи утопить себя в его честь о как все страшно обратите внимание я вот вам говорил как-то я не знаю есть там такие рисунки что там они вообще на японцев то не похоже амида японцев а вот вам ребята световид так ну ладно ролик и так за затянулся спасибо за внимание подписывайтесь на канал присылайте пожалуйста свои находки о дождь боге может кто-нибудь что-нибудь слышал очень буду вам благодарен и постараюсь я сделать из ваших находок какой-нибудь интересный ролик спасибо за внимание до до свидания